здравствуйте уважаемые телезрители с вами сегодня я алексей сорокин и отцы в деле свобода воли это возможность человека делать выбор вне зависимости от обстоятельств а под обстоятельствами здесь могут пониматься как чисто внешне так и живущие внутри человека философии жизни с давних пор ведется спор о существовании свободы воли и и определение и природе а вот теперь знаете что войти в свет светлых и умных мало а серых обывателей тьма тьмущая учение свет они учения тьма так звучит поговорка александра васильевич суворова великого русского полководца создавшего самую великую из истин науку побеждать советское время вторую часть пословицы перри и начали чтобы мотивировать нерадивых учеников и таким образом она звучала они учение чуть свет на работу подразумевая при этом что по жизни их постоянный труд для самообеспечения будет носить поверьте арабский характер и полностью зависит от настроения левой ноги работодателя еще в древнейшей книге библии экклесиаст большое значение уделяется правильным жизненным знанием и я увидел что мудрость лучше глупости как и свет лучше тьмы и вывод мудрый человек видит ясно глупый же окружен тьмой такие же как и он сам но чтобы достичь высокого состояния мудрости нужно много и много учиться при этом слово учение нужно понимать не просто как необходимое вынужденные посещение школы вот как из-под палки а как личное сознательное погружение в изучении тайн глубин вселенной земли и самая человека с тем чтобы став взрослым и самостоятельным дарить своим умным трудом новые знания прогресс как результат любви и заботы о людях и природе ну знаете есть два неравных подхода по жизни уйти в тень и войти свет вот первое уйти в тень принцип и позиции выживания ну простите таких тараканов или иных приспособленцев не виден невидимых нам в дневном свете результатов труда каждое такое существо уже на генетическом уровне запрограммирована на конформизм бесконфликтность и простите слово толерантность биологические виды ночной жизни теневого закулисного мира остановились своим развитие сразу как только появились как только приняли программу арабского подчинения сильным они не защищают потомство безропотно сдают свою территорию и разбегаются во все стороны как только включается свет ну или почует сил светлый для них страх она их пугает потому что тут их ждет смерть ну или знаете хозяйский матушкин тапок или опасность когда включается свет и начинаются таракань и бега от осинки не родятся апельсинки на задательно гласит другая русская поговорка и значит что родитель отец вот кто главный привратник на открытие или закрытие дверей и окон в огромный заманчивый солнечный мир от того что для себя возможности или угрозы видят в этом мире отец в таком ключе он и будет воспитывать свое чадо потребуется очень сильные внешние влияние улицы или наставника чтобы сменить вектор воспитания на свет но насколько образ нашего гражданского сообщества хоть чуть-чуть светлее чем внутреннее семейное воспитание тьмой финансового и социального порабощения самого населения где сегодня в нашей стране признанные лидеры и общественные движения чьи жизненные принципы привлекают сознательных граждан к объединению на совместную деятельность на благо людей страны в целом такие про которых шестьдесят первом году президент сша джон кеннеди сказал не спрашивайте что может сделать для вас ваша страна спрашивайте что вы можете сделать для своей страны и следующий вариант войти в свет означает что у человека есть сила знание сила и смелость чтобы уверенно сделать шаг вперед в центр солнечного круга разумный человек хорошо понимает что этим самым он попадает под прицел микроскопа всего вне внешнего окружения когда каждая вошь будет с усердием искать светоносцы какой-нибудь маленькое темное пятнышко чтобы потом не замечая массива уникального светлого имеет повод для критики не оригинальных идей и результатов их автор у которого как и у обычных людей оказывается есть недостатки и недостатки и пороки слово свет тут следует представлять в комплексном соединении состоящим как бы из двух слагаемых первое означает что вы стали просветленным в определенной области знаний деятельности то есть своим самообразованием и силой духа результатами труда твердостью характера вы достигли полного уважение коллег и высокого признания лидеров в общей сфере интересов а второе слагаемое относится к позиции высший свет большой свет бомонд высшее общество свет сливки общества то есть привели огромное собрание избранных по своим принципам и условиям людей занимающих в этой особой части гражданского общества доминирующие главенствующие положение в классическом понимании словосочетание высший свет означает настоящую элиту общества ценностном понимании элита это лучшие значит те кто обладает более высоким интеллектом талантом способностями компетентностью по сравнению с обычными обывателями но в нашем политизированном мире это слово означает круг своих людей обладающих властью над другими при этом ценностного содержания современная элита уже не несет и даже поверьте не подразумевает и я вот что вам поведаю сегодня еще свет это бог это солнце это жизнь а тьма это черная дыра и смерть каждый из вас имеет право выбора принять свою программу жизни широко вдохнуть смело встать на рискованный неизведанный светлый путь али остаться в привычной серой обители чтобы надежно укрыться от всех бетонным покрывалом жилой высотки удушающей тьмы спасибо дорогие мои с вами сегодня был я алексей сорокин и как всегда отцы в деле